Белый дом Белый дом Белый дом Белый дом Белый дом Белый дом Мы все находимся в одной клетке. Вот я хочу себе на эти вопросы ответить. Хочу у других спросить, как они думают на эту тему. А вы пришли один? Я пришел один, да. Я пришел один, но я пришел вместе с вами. И с вами, и с ними. Поэтому я не один здесь. Я так думаю, вообще, если по большому счету, если не врать, не лгать, если выйти, так сказать, из такой, знаете, обывательщины, и честно себе сказать, что мы все-таки не рабы, а лжи. Не рабы, а лжи. То это не 100 человек, это не 100 тысяч человек. Обычно кричат, вас там мало, и кого-то там нас, какое-то меньшинство. Да это чепуха. Я обычно привожу молодежи пример. Хотите, я вам его приведу? Вы говорите, чай пьете? Ну, чай. Чай или кофе любите? Да, конечно. В кружечку его наливаете, да? А потом, может быть, даже его сладким любите, да? Бросаете туда сахарочек, да? Что дальше делаете? Размешивайте, правильно. Вы гениальный человек. А для чего размешиваете? Чтобы был сладкий, да? Чтобы было приятно пить. Чтобы произошла диффузия. Обратите внимание, обратите внимание, сам сахарочек, сам сахарочек по объему в тысячу раз меньше объема той жидкости, которая называется чаем, да? И вы его пьете, да? А делает всю погоду. Так дело не в 100 человеках и не в 100 тысячах, а в концентрации той воли, того стремления, которое происходит в обществе. Понимаете? Вот и когда сегодня откуда-то звучат сверху со стороны власти о том, что вы там как клопы бегаете, это прикрытие. Понимаете? Это от трусости люди говорят. Это люди, которые не хотят говорить с народом. Какой бы он ни был, националисты, анархисты, все живые люди. Я считаю, что ведь право на место под солнцем имеет одинаково каждый человек. Что бомж, который сегодня валяется около мусорника, что президент, который сидит в Кремле, не важно. Оба они имеют право на место под солнцем в жизни. Оба они имеют право на жизнь. Оба, судя по всему, говорить формальным языком, имеют право на то, что записано в нашей прекрасной Конституции. Все, что там записано, что сегодня, не исполняется. И мы это видим. Поэтому мы пришли сюда просто поговорить. Хорошо, если бы сюда пришла бы власть. Она бы здорово сделала бы. Если бы пришла, поговорила бы с народом. Переступила бы через себя. Переступила бы через свое высокомерие. Спокойно, нормально. Уверяю, это был бы самый блестящий, самый лучший сдвиг, который мог бы выпустить в хорошем смысле слово определенного рода пар. И совместно бы с властью мы какие-то конструктивные вещи сегодня бы применяли в области построения политики, организации. Проще говоря, я скажу так, что сегодня деньги превалируют надо всем. Хотя деньги это вторично. Если вы попадаете в пустыню, простите меня, и умираете там. И вам ангел-хранитель или ангел-искуситель предлагает что-нибудь одно из двух. Берите или сосуд живой воды, или вот десятки миллиардов денег, которые там стоят. И вы выберете сосуд живой воды. Потому что деньги в этом случае становятся бессмысленными. Поэтому я говорил и утверждаю, что Россию и раньше, и сегодня надо спасать. Но не деньгами, а руками. Руками. Вот чем вопрос, как делали наши отцы, деды. Посмотрите на всех этих людей. Это же руки. Руки. Дайте им работу. Нормальную, четкую. Не мешайте. Они горы свернут. Все построят, все, что нужно. На всей нашей необъятной территории, где летают сейчас только одни тараканы. В тайге, в нашей великой. Спасибо вам большое. Представьтесь, пожалуйста. Да, Нефедов Сергей Иванович. Просто гражданин России. Ну, судя по всему, вы видите, герой России. Но это потому, что вы видите, что звезда у меня на груди висит. Правильно, да? А на самом деле у нас сегодня 60, 70, может быть, даже 80 миллионов россиян, хотя мне это слово не нравится, так сказать, граждан нашей многонационной России. Это герои России, которые по всей территории России выживают сегодня. И показывают пример этого выживания. Злые, напряженные, понимаете, ожесточенные, но выживают. Вот они герои.